Высказать вам свою благодарность за интервью и поприветствовать вас в Кипрском доме, в посольстве Кипра. Я искренне благодарен вам за эту возможность соприкоснуться с украинским народом. Как вы правильно отметили, я пребываю в Украине уже более четырех лет. Я изумлен красотой этой страны, природной красотой. Дружелюбим. Природная красота действительно изумительна. Я родом из райского острова, как говорят, из туристического края. Но когда человек приезжает в Украину, а это отмечается у многих друзей, посетивших Украину, Украина красивая страна. И это то, что вы знаете, украинцы должны показывать миру изумительную красоту своей страны. Поэтому мое первое впечатление, мое первое личное впечатление, это дружелюбный нрав украинцев. Великолепие страны. Однако, если я могу констатировать спустя четыре года моего пребывания здесь, так это недостаток знания английского языка. Я бы порекомендовал украинцам, если вы хотите, чтобы в Украину приезжали туристы, необходимо, чтобы больше людей в Украине говорило по-английски, чтобы туристы чувствовали себя здесь комфортно. А в целом, это одно из самых красивых мест, куда я был назначен. Я имею счастье служить здесь. Кипр является членом Европейского Союза более 15 лет. Как член Евросоюза, ваше посольство внимательно следит за Украиной и ее продвижением в Европу. Как бы вы описали путь Украины к европейской интеграции за последние несколько лет, что вы посоветуете Украине относительно ее собственного пути в ЕС? Также я отметил по вашей биографической справке, что вы обладаете обширным опытом введения многосторонних отношений, особенно в части ЕС. Вы дважды служили в представительстве Кипра в ЕС и взаимодействовали с Европейским Союзом даже до официального вступления Кипра в ЕС. Какое общее настроение кипрского населения в отношении ЕС спустя более чем 15 лет членства? Как посол государства члена ЕС, я ежедневно слежу за вашим внедрением соглашения об ассоциации Украина ЕС и вашими европейскими устремлениями, которые на сегодняшний день также закреплены в украинской конституции, как мы прекрасно знаем. Во-первых, что касается НАТО. Кипр не является членом НАТО и не заинтересован становиться членом НАТО, потому что в этом вопросе я свое мнение не выскажу. Но давайте сосредоточимся немного на Европейском Союзе. Я следил за выступлением Кипра в Европейский Союз. И на тот момент мне посчастливилось дважды служить в нашем постоянном представительстве в Брюсселе. Поэтому, исходя из приобретенного мною опыта, я могу говорить о том, как страна становилась членом и какова была ее изначальная реакция. Скажу вам следующее. Разворачивались большие дебаты на момент вступления Кипра в Европейский Союз 15 лет тому. Здесь в Украине многие заявляют, вы нам не обещаете, что однажды мы вступим в Евросоюз. При этом вы хотите, чтобы мы все поменяли в соответствии с европейским законодательством. Аргументом служит, как только вы скажете нам, что к такой дате мы станем членами, тогда в такой дате мы и приведем наше законодательство, соответствующее с европейским. Я руководствовался на тот момент на Кипре другим аргументом. Вы можете пойти одной из двух дорог. Первое, это ждать, ничего не делая, и заявлять, давайте подождем, пока не услышим, да, мы берем вас в члены. И тогда мы ступаем на путь подготовки. Или же пойти другой дорогой. Готовиться уже сейчас, и когда готовность будет полная, постучаться в дверь и сказать, вот я, полностью готов, пожалуйста, откройте мне дверь, и я войду. На Кипре 20 лет тому назад, когда мы начали наш процесс вступления, много людей утверждало, никто не обещает нам членства в ЕС. Поэтому почему мы обязаны менять все законы, дабы стать таким, как ЕС? А если мы не станем членом ЕС? А если они не хотят, чтобы мы стали его членом? А если нас там вообще не ждут на данный момент? И ответ был следующим. Необходимо выбрать путь. Или вы готовы постучаться в двери, когда будете готовы? Либо вы дожидаетесь момента, когда сможете сказать им, что да, мы начинаем процесс подготовки к членству и, собственно, готовитесь. Поэтому я думаю, что для Украины лучше уже сейчас начать изменения и пройти весь этот путь. Почему? Потому что это прежде всего даст улучшение для украинского народа. Приведение украинского законодательства в соответствие с европейским правом. Асквиз, как мы его называем. Это лучше для народа. Дело не только во вступлении в Евросоюз, а и в улучшении Украины как страны. Защита окружающей среды, равенство, справедливая конкуренция, принцип недискриминации, более свободная экономика, оживление бизнеса и все иные благотворные преображения общества, о которых идет речь в данном случае. Все это в конечном счете принесет пользу украинским гражданам. Независимо от того, станет Украина членом ЕС в 2025, в 2035 или в 2045 году. Важен путь изменения Украины в направлении европейского Асквиз. Я хочу заметить, что многие люди не верили, что Кипр станет членом ЕС с неразрешенным кипрским вопросом. Многие утверждали, зачем нам выполнять домашнее задание. Пусть они сначала скажут, что да, вы к нам присоединитесь, пусть дадут нам гарантии. И уже потом мы выполним домашнее задание. Но Кипр пошел другой тропой. И эту тропу я рекомендую выбрать и Украине. Наш выбор был, нет, подготовься, сделай домашнее задание. И когда перейдет час, никто не скажет, нет, мы тебя не берем. Так и вышло. Мы оказались самыми прилежными студентами среди девяти других стран, с которыми ввелись переговоры о вступлении. Я прекрасно помню это время, поскольку я служил на тот момент в Брюсселе и был в составе делегаций на переговорах. По всем разделам из 34 разделов договор о вступлении Кипр всегда справлялся первым и всегда выполнял домашнее задание. Поэтому самому примерному студенту было очень сложно сказать, нет, мы вас не берем, поскольку у вас неразрешенный кипрский вопрос. Был также другой путь для кипрской проблемы и очень серьезный, который нужно было принять во внимание. И он, безусловно, был принят во внимание. Но что касается Украины, то, как я сказал, главное готовность. Готовиться, готовиться и еще раз готовиться. И вдобавок, из личного опыта, чтобы я порекомендовал Украине, а мы с этим в свое время столкнулись на Кипре, так это с тем, что многие люди говорили, нам нужно просить об особых исключениях из общих правил, поскольку мы слишком маленькие, или поскольку мы слишком большие, или потому что мы остров, или потому что мы слишком далеко и так далее. Нет, никто не сделает исключений. Есть нормы права Европейского Союза. Это же я наблюдаю и в Украине. Мы не можем это сделать, потому что мы слишком большие. Мы не можем это сделать из-за нашего прошлого. Мы не можем сделать этого из-за и так далее. Нет. Особого статуса нет. Если 27 стран могут это сделать, сможет и Украина. Поэтому все эти четыре года месседж был следующим. Не просите ни о каких послаблениях. Вы должны вести себя наравне со всеми остальными 27 государствами, членами ЕС. Готовьтесь. И когда будете готовы, я не думаю, что появятся политические силы, которые скажут, мы не хотим вас видеть в членах Евросоюза. Однако на данный момент я не могу сказать, что Украина готова. У нас на Кипре было то же самое. Я помню, будучи в составе делегации на переговорах, нам приходилось убеждать людей, нет, мы не будем просить. Даже после того, как мы вступили в ЕС, у нас происходило то же самое. В Европейском Совете предстояло обсуждение по пунктам А, Б, С, Д, повестки, по экологии, по энергетике, по экономике. И легче всего было прийти и заявить, знаете, это невыполнимо, потому что мы слишком маленькие, слишком большие, слишком удаленные, слишком островные, как я уже сказал, то есть просить об умолениях. И наша задача заключалась в том, чтобы говорить, нет, об этом не может быть и речи, мы выполним все необходимое. Просто выберите путь, как достичь членства. Во вариант о послаблениях не обсуждается. Нет таких условий в ЕС, чтобы все 27 стран будут решать, что брать, а что не брать. Закон для всех 27 стран одинаковый. И это также мое предложение, которое я постоянно озвучивал перед украинскими политиками и гражданами Украины в целом. Не просите Евросоюз меняться под вас. Меняйтесь сами для Евросоюза. Каков уровень сотрудничества и как бы вы описали двусторонние отношения между Кипром и Украиной? Какая, на ваш взгляд, самая сильная сторона наших двухсторонних отношений? Наши отношения с Украиной прекрасные. Я понимаю, что это звучит как чистая риторика, но это действительно так. У нас 28 двусторонних соглашений подписаны за эти годы. Ведутся политические консультации. Отношения действительно прекрасны. Но при всем при этом нам не нужно останавливаться. У нас крепкий фундамент отношений, но нам нужно продолжать их развивать. Так, украинцы для нас на шестом месте по туристическому потоку из других стран. За год Кипр посещает около 100 тысяч украинцев, по данным до пандемии. Нам важно, чтобы украинцы получали на Кипре гостеприимный прием, дабы они возвращались на родину с приятным впечатлением и турпоток из Украины увеличивался. Это номер один. Номер два. Мало людей, возможно, осведомлены в том, сколько украинских моряков работает на Кипре. В нашем реесте числится около 50 тысяч украинских моряков. Приблизительно 5 тысяч из них инженеры. И это чрезвычайно важно. В силу важности коммерческого судоходства для экономики нашей страны. Мы уделяем особое внимание этому направлению сотрудничества, чтобы украинские моряки были довольны и продолжали сотрудничество. Кроме того, много украинских фирм обосновалось на Кипре благодаря нашей либеральной системе налогообложения. Я еще сделаю отступление на эту тему, а сейчас я бы хотел закончить по вопросу двусторонних отношений. Отношения, да, очень крепкие, но оставляют место для нераскрытого потенциала. И я упорно тружусь над освоением этого потенциала. Например, одна из самых быстрорастущих сфер деятельности на Кипре – это послешкольное, среднее, специальное и высшее образование и инновации. Я бы хотел видеть больше украинских студентов на Кипре. И я бы хотел, чтобы больше украинских стартапов воспользовалась преимуществами Кипра и открывала у нас главный офис. А теперь я бы хотел немного остановиться на теме офшоров. Лично от себя хочу сказать, что для меня это оказалось большой проблемой, когда я приехал в Украину. Потому что по этому поводу мне задавали вопросы буквально все. Когда я прибыл в Украину, я не думал, что каждый раз, когда я буду представляться послом Кипра или просто гражданином Кипра, я буду слышать офшоры, офшоры, офшоры. Кипр может предложить украинцам намного больше. Прежде всего, с 2013 года мы изменили нашу экономическую модель и банковскую систему. В особенности банковская система подвергалась сокращению, стала меньше и теперь обслуживает преимущественно кипрского клиента. Поскольку мы вынесли уроки из наших ошибок. Офшорная система теперь уже далеко не прежняя. Было введено множество правил, обязательных к соблюдению. И система уже не та, что была до 2013 года. Сегодня мы сфокусированы на других областях экономической деятельности, в которых для нас приоритетно сотрудничество с Украиной. А это зеленые технологии, судоходство, послешкольное образование, инновации, стартапы, возобновляемая энергетика, туризм, экотуризм. У нас стольким больше точек соприкосновения, чем офшор, и это идет у меня от сердца. Я привел примеры стольких отраслей экономики и родов деятельности, на которых мы можем сосредоточиться помимо офшоров. Какое, на ваш взгляд, будущее у наших двусторонних отношений? Я вижу, вы особый акцент делаете на человеческом капитале. Я очень рад анонсировать, что 16 апреля, наконец, было выбрано датой проведения следующего раунда заседания двусторонней межправительственной комиссии, возглавляемой вашим министром финансов со стороны Украины и нашим министром финансов со стороны Кипра. И это чрезвычайно важное событие, поскольку мы будем обсуждать вопросы, которые я затронул выше. Сфера экономической деятельности, обделенная вниманием раньше, как-то судоходство, послешкольное образование, инновации, технологии, диджитализация, зеленая энергетика. Также в апреле у нас ожидаются политические консультации на уровне госсекретаря. Он приезжает в Украину. И конечной целью будет двусторонний визит президента Зеленского на Кипр, к которому мы готовимся. Но, конечно, дату объявить пока не представляется возможным. Я вижу, вы делаете особое ударение на новой экономической модели Кипра. Можете ли вы немного рассказать об этом? И в чем отличие от прошлой модели? Экономическая дипломатия – это огромная часть моей работы. Как вы справедливо заметили, мы хотим изменить акценты, особенно в Украине. Это особый вызов для меня, как посла Кипра в Украине. Мы должны немного поменять модель здесь. Кипр – не только офшорная зона для украинских фирм. Есть множество отраслей для сотрудничества, инноваций и технологии. Мы самая маленькая страна – члены Евросоюза. Но у нас самый высокий процент освоения средств ЕС, направленных на инновации и новые технологии. Диджитализация. Мы пионеры в цифровизации сферы общественных услуг и промышленности. У нас отсутствует тяжелая промышленность, относительно которой могло бы быть сотрудничество. У нас маленький остров. Но у нас есть то, что называется инновационная промышленность, инновационные технологии. У нас есть стартапы. У нас имеются преимущества, которые привлекают страны на Кипр. У нас зеленая энергетика. У нас возобновляемые источники энергии. Сфер взаимодействий много. Естественно, судоходство, естественно, туризм, как я уже говорил. Туризм составляет от 25 до 30 процентов нашего ВВП. Туризм рухнул в прошлом году из-за COVID и, к сожалению, пока не вернулся к исходным позициям. Таким образом, наша экономическая модель основывается на этих приоритетах, и мы призываем инвестировать двусторонние в эти новые направления. Вернее сказать, они не новые, но отодвигались Украиной на второй план. Вернемся к политическим вопросам. Каковы последние события в регионе Восточного Средиземноморья и как реагирует мировая общественность? Как реагирует на это украинское правительство? Как мы знаем и к сведению ваших зрителей, Кипр был оккупирован Турцией путем вторжения турецких войск в 1974 году, вследствие чего 37 процентов территории пребывает под оккупацией турецкой армии и остается недоступной Республике Кипр по сей день. Помимо этого, последние 2-3 года происходят другие провокации со стороны Турции. В Восточном Средиземноморье на морском дне были обнаружены газовые месторождения, в результате чего Кипр заключил ряд международных соглашений со всеми соседствующими странами о выдаче международному конгломерату лицензии на бурение для освоения этих месторождений газа. Турция же отказалась признавать это. Турция – единственная страна, не подписавшая конвенцию по морскому праву в 1982 году. Одновременно это ничего не значит, поскольку это стало общим международным правом. То, что делает Турция, мы называем дипломатией канонерок. Когда конгломерат, владеющий международной лицензией, отправляется на буровые работы, их встречают турецкие военные корабли, которые не разрешают начать бурение, ссылаясь на его нелегальность. Мы все знаем, что по международному праву оно легально. Существуют международные договоры, мы обратились к ООН, мы зарегистрировали наши соглашения с нашими соседями, с Израилем, Египтом. Это наша исключительная экономическая зона. Мы имеем право использовать наши ресурсы. К сожалению, происходят две вещи. Первое – это препятствования, когда в ход идет дипломатия канонерок. Как я уже сказал, когда они отправляют свои военные судна, препятствия международному конгломерату в бурении. И во-вторых, иногда позволяют себе проводить освоение в нашей исключительной экономической зоне. Это создало сильное напряжение в регионе Восточного Средиземноморья. При этом международная общественность поддержала Кипр. Должен сказать, что Европейский совет принял много соответствующих решений, последние в декабре. Так в параграфе 32 говорится, Европейский союз резко осуждает нарушение суверенных прав Республики Кипр, которое должно прекратиться. Европейский союз призывает Турцию воздержаться от подобных действий в будущем, попирающих международное право. Решение было принято в октябре 2020 года. В декабре 2020 его подтвердили. Также в нем идет речь о том, что в этом отношении Европейский совет призывает дополнительно принять ограничительные меры относительно Турции на основе этого решения ввиду ее несанкционированных буровых действий в Восточном Средиземноморье. И это означает, что последуют санкции, и они уже были введены в отношении Турции из-за их нелегальных действий. Кипр пользуется поддержкой абсолютного большинства мирового сообщества в этом вопросе, в том числе и Европейского Союза, Совета Безопасности ЕС. Последняя революция Совбеза ЕС, номер 2561, была принята 29 января, в которой также говорилось об уменьшении напряжения в Восточном Средиземноморье. Здесь я должен заметить, что хотя Кипр поддерживает Украину и вводит санкции против России из-за оккупации Крыма и Донбасса, мы не видим такого же осуждения со стороны Украины в отношении Турции. И мой аргумент следующий – нарушение международного права неразделимо. Нельзя выбирать, какие нарушения международного права осуждать, а какие игнорировать. Мы со своей стороны осуждаем нарушения международного права и вводим санкции против России и Турции наравне с Евросоюзом. Украина по праву ожидает осуждения актов нарушения международного права. И мы делаем это. Мы поддерживаем санкции. Кипр всегда голосует за Украину при принятии резолюции на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Более того, мы вводим санкции против России из-за Украины. Мы вводим те санкции, решение которых было принято в Евросоюзе, поскольку мы являемся его членом. С Россией у нас хорошие отношения. И мы не настроены антагонистически. Мы не просим, чтобы Украина прекратила хорошие отношения с Турцией. И я надеюсь, что украинцы не потребуют от нас, чтобы мы не поддерживали хорошие отношения с Россией. Международная политика так не работает. Однако мы настаиваем на том, что если подпираются нормы международного права, об этом нужно говорить, а не дискриминировать. Не могли бы вы прояснить вовлеченность международной общественности в попытке решить кипрский вопрос? В отношении Кипра участие ООН сильное. Играет ли какую-то роль ОБСЕ? Большое спасибо. Это очень хороший вопрос. Позвольте мне, и здесь есть определенное отличие от Украины, потому что все мы знаем, что Украина имеет минские договоренности и нормандский формат. Поэтому давайте вынесем это за скобки. Для Кипра все немного иначе. Кипр заручился в Совете безопасности двумя вещами. Первое – это миротворческие силы на острове с 1964 года. При этом дважды в год принимается резолюция Совета безопасности о продлении их присутствия. Посредством этой же резолюции Совет также определяет будущие переговоры. Второе – Совет безопасности предоставил мандат генеральному секретарю ООН на содействие, по сути, обратившись к нему за содействием в поиске решения кипрской проблемы, которая продолжается уже долгие годы. И вот только вчера было объявлено, что с 27 по 29 апреля в Женеве пройдет встреча в формате 5 плюс 1, на которой генеральный секретарь должен выяснить, есть ли общая почва для решения кипрской проблемы. Предельно ясно, каким должно быть решение кипрской проблемы, поскольку оно основано на резолюциях Совета безопасности ООН. В последней резолюция 29 января 2021 года повторяется, что урегулирование должно быть комплексное и справедливое. На основе двухобщинной, двухзональной федерации с политическими раменствами, как указано в соответствующих резолюциях Совета безопасности. И так, определенно, у нас есть мандат от Совета безопасности, у генерального секретаря также есть мандат. И мы будем надеяться, что когда мы созовем новый раунд переговоров в апреле, произойдет прогресс. Если мы сравним ситуацию в Украине и на Кипре, мы видим, что ООН гораздо более политически и институционально вовлечена в урегулирование конфликта, чем мы видим это в Украине. Потому что ООН занимается в основном гуманитарными вопросами. А как насчет организации по безопасности и сотрудничеству? Да, мне многие задают эти вопросы в Украине. Нет, у ООН нет первоначального мандата для работы по кипрскому вопросу, какой у него есть по Украине. Здесь я должен подчеркнуть. Об этом гласят резолюция Совета безопасности ООН, о чем, собственно, сам мандат ООН. Да, ООН выступает посредником, но руководитель всегда будет Кипр. Поэтому мы будем отталкиваться от того, чего хотят киприоты. ООН заявляет, я буду содействующей стороной. Что вы можете добавить о конфликте на Донбассе? Какое отличие и так далее? Сравнивать очень сложно, и я здесь уже четыре года. Прежде всего, немного о религиозном вопросе. Кипр – светское государство. Мои соотечественники – турки, киприоты, мусульмане, и я их очень уважаю. Я уважаю религиозную свободу, которая есть на острове, в то время как греки, киприоты преимущественно православные. У нас есть также национальные меньшинства, в которые входят католики, марониты и армяне. Наше общество очень многокультурно, и я всегда это подчеркиваю. Сравнивать очень сложно. Очень много специфических различий. Я бы сказал, одно из главных различий заключается в том, что на Кипре присутствуют миротворческие силы ООН, уполномоченные Советом Безопасности, в то время как в Украине их еще нет. Я знаю, что украинская сторона и некоторые другие третьи стороны прилагают немало усилий для этого. В этом и заключается серьезное отличие, которое немного меняет баланс. Потому что если в нашей стране действует миротворческий контингент ООН, а Республика Кипр является принимающей стороной миротворческих сил ООН, это создает отличия других регионов мира, у которых этого нет. Будь то гуманитарные, практические, будь то отличия, как мы называем, на межчеловеческом уровне. Ошибка, которую мы допускали на Кипре в течение многих лет, и здесь я видел это в гораздо меньшей степени, заключается в том, что на Кипре мы думали, что кипрская проблема занимает огромную долю международной повестки дня. К каждому конфликту отводится малая доля внимания международной общественности. Не исключение тому и Кипр, и Украина, и Армения, и Сирия и так далее. Итак, я бы рекомендовал украинским политикам давать себе отчет, что украинский кризис занимает на международной арене ограниченное место. Потому что вы должны сосредоточиться на основах того, что хотите достичь. Не стоит ожидать, оглашая проблему, что она поглотит все международное внимание, поскольку тогда вы уже расфокусированы. И я должен признать, что это касается и моей страны. Иногда ряд политиков полагает, что кипрский вопрос единственная проблема в мире. Это неправильно. У международного сообщества так много проблем, и вы должны быть сфокусированными, конкретными, знать, чего вы хотите и быть готовыми двигаться дальше. Пандемия, изменения в отношениях, новая реальность и так далее. Во-первых, как я уже сказал, если у вас от 25 до 30 процентов вашей экономики зависит от туризма, то пандемия это катастрофа. Это катастрофа для всего мира. Но когда ваша экономика базируется в туристопотоке, в вашу страну, и это прекратилось, тогда это действительно катастрофа. Это был катастрофический экономический год. Но мы справляемся, открывая другие виды деятельности. Да, вы правы, нам удалось справиться с пандемией. Сейчас мы находимся на нижней точке второй волны. У нас была первая волна в апреле, потом послабление, а затем в сентябре началась вторая волна. И на Кипре у нас длятся серьезный локдаун. Все очень и очень строго. Например, чтобы выйти из дома, вы можете сделать это только с помощью смс, в котором сообщаете, по какой причине вам нужно выйти. Есть только 8-9 причин. Например, чтобы отвезти детей в школу, навестить пожилых людей, которым нужна помощь, сходить в магазин и так далее. Итак, на Кипре с конца ноября, например, закрыты рестораны и отели. Наша борьба с пандемией основывается на трех столпах. Первое, тестирование. Второе, отслеживание. У людей с положительным результатом отслеживаются контакты. И третий, новый, вакцинация. Мы начали вакцинирование 27 декабря. На сегодняшний день вакцинировано около 50 тысяч человек, что составляет 6-7 процентов населения. Первый этап вакцинации проводится с более высоким процентом охвата населения. Второй этап более плавный. Мы призываем набраться терпения в течение последующих нескольких месяцев, чтобы в конце мы могли более насладиться ослаблением ограничений. Однако пандемия – это то, что объединяет всех нас. И мы должны прийти к общим позициям по борьбе с пандемией. Кипр решительно поддерживает позицию ЕС, согласно которой вакцинация должна быть общественно-национальной, должна быть открыта для третьих стран, для стран, у которых нет доступа к вакцине. И мы поддерживаем инициативу Европейского Союза по поставке вакцины в Украину. Слушая эпидемиологов, ученых, я теперь начинаю понимать, что мы должны научиться жить с пандемией, а затем учиться вспоминать, какова была жизнь без пандемии. Судя по всему, пандемия останется с нами еще какое-то время. Так что мы не можем просто перестать жить. Мы должны научиться жить с этим какое-то время в будущем. Например, мы должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию. И очень рад, что мы соблюдаем это в нашем интервью, потому что у меня строгие инструкции от моего правительства. Мы придерживаемся инструкций. Нам нужно быть осторожным и жить с этим. Большое спасибо, что вы пришли в Кипрский дом, в посольство Кипра и и спасибо за интервью. Спасибо за интервью. Субтитры создавал DimaTorzok